Привет, друзья! Спасибо вам за вашу поддержку и за добрые слова в адрес моего бобра. И сегодня, как и обещал, выкладываю инструкцию к своей моторизованной версии. Подробный обзор моей модели можете посмотреть в отдельном видео. Ссылку на этот ролик я добавлю в описании. Инструкция представляет из себя последовательность слайдов. Кое-где я добавил комментарии на видео. Кроме того, я добавил все эти слайды отдельным архивом. Ссылка на этот архив тоже есть в описании к видео. Не стал добавлять в ролик фоновую музыку, потому что если кто будет собирать по видео, надо будет часто пользоваться паузой, и музыка, я думаю, будет раздражать. На ваших экранах вы видите примерный список деталей. Обращаю внимание на маленький батарейный блок для батареек типа 3А, либо это перезаряжаемый блок Power Functions. Кроме всего прочего, требуется три удлинительных провода и два из брика. Если вам нравится эта модель и инструкция оказалась полезной, не стесняйтесь поддержать канал материально. Для этого ссылки в описании к видео также имеются. Ну и на сегодня, пожалуй, у меня все. Приятной сборки и до скорых встреч. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Перед тем, как привязать крюк, нужно пропустить трос через направляющую. Вот таким вот образом. Теперь можно привязывать. При соединении надстройки к шасси нужно аккуратно уложить провода. Вот этот провод центральный выводится вот сюда, в сторону. Я бы сказал, именно в эту сторону. И далее мы разводим провода по бокам. Вот так подсовываем. И здесь задняя часть сядет на синие пины. Дальше укрепиться здесь и все будет уже прочно. Вот этот провод получился. Вот он выведен вот сюда. И по два провода с каждой стороны. Ну и перед тем, как все укрепить, нужно еще положить вот этот провод, который пойдет к мотору, который будет стоять на стреле. Для этого мы вообще уложим все провода. Под натяжители аккуратно они укладываются. И дальше вот здесь будут выходить два отсюда. И с этой стороны третий. А здесь у нас пока только два. Тоже укладываем их под натяжители. И с этой стороны пойдет третий провод. Аккуратно его туда же запихиваем. Вот здесь он пойдет к эсбрику. А этот коннектор пока не закреплено. Подсовываем внутрь. Вот через эту щель. Вот так вот он высовывается. И вот здесь будет закреплен на пины. Вот так вот. Таким образом у нас по три провода с каждой стороны. Ну и дальше присоединяются вот эти панельки. высовывается таким образом, чтобы в щель под ними провода уходили наверх. Вот. Три проводочка выходят наверх. И с этой стороны аналогично. Вот таким образом. Вот. Ну и дальше самое веселое. Берем батарейный блок. Берем два из брика. Подключаем. И начинаем колдовать. Батарейный блок здесь защелкивается. Провода от него аккуратно надо вывести. Потом на смартфоне будет понятно, что куда подключено. Я просто наугад подключаю. Можно, наверное, заморочиться и отследить провода. Тут не надо торопиться. Надо аккуратно все сделать. Как вы можете видеть, задняя часть полностью забита. Два приемника и аккумулятор. Продолжение следует... После того, как сборка задней части закончена, нужно собрать кабину. Кабина один в один от оригинала, поэтому берем, скачиваем с официального сайта инструкцию и собираем вот эту вот кабину в таком виде. На поворотном столе. И снизу есть два крепежных пина. Закрепить ее можно разными способами. Можно просто поставить ее сюда и вот здесь задвинуть два пина. То есть она будет закреплена только с одной стороны. При этом она, естественно, будет вращаться, потому что нагрузки небольшие, но немножко будет трястись. Можно сделать по-другому. Можно задвинуть вот эти пины, но чтобы их задвинуть, нужно взять ось, любую, например, длиной 5 со стопом. Но только когда я задвину ее, снять кабину уже можно будет только разбором всей модели, потому что уже будет ось не выдвинуть, а даже если, например, ось будет здесь немного торчать и ее можно вытащить, то, скорее всего, пин тот уже не выщелкнется. То есть кабину устанавливаем и потом уже только разобрав модель можно будет кабину снять. это как можно вытащить. Git лучше так . Тут надо угадать угол установки захвата. Если вот эта часть наклонена немного вперед, то челюсть примерно параллельна ей. И заключительный этап. Закрепляем стрелу. Во-первых, вставляем вот сюда ось на 7, так чтобы из актуатора выдавилась ось на 3. Ну, это лишнее. И дальше вставляем ось на 8 со стопом. Серединку подсовываем. И фиксируем с другой стороны. И заключительный момент. Это провод. Тут нужно немножко помучиться. Нужно его просунуть под актуатором, вытащить здесь или здесь. И присоединить к разъему. Вообще, это не очень сложно. Можно чем-то себе помочь. Какой-нибудь оськой. Есть. Все, закрепили. Ну и финальный штрих. Берем 70 звеньев для гусениц. Столько же, сколько у оригинала. И все. Сборка завершена. Осталось настроить профиль управления. И можно играться. . Актуально. Несено делать. Уб indo на снимки. Убий Oktober 10